Генеральный партнер тележурнала Страна Советов, кафе, скромное очарование буржуазии. Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом. Ну а в скромное очарование буржуазии приходи на ранний ужин, полезный для здоровья и для кошелька. 33 удовольствия, со скидкой 30%. Пицца, роллы, десерты, салаты и запуски, супы и горячие блюда с 4 до 7 вечера. Телефон 39 99 39. Всем здравствуйте, это глянцевый тележурнал Страна Советов, а также я, его ведущая Вероника Сухачева. Мир движется вперед благодаря людям, которые видят окружающее не так, как учили в школе. Импрессионизм и ядерная физика, Шанель номер 5 и интернет, электричество и нижнее белье. Все это плоды нетривиальных решений и смелых идей. А как вы считаете, к кому относитесь вы? К новоискателям или все-таки к консервативному большинству? Сегодня мы объединили эти две команды. Посмотрим, что из этого вышло. Смотрите сегодня в Стране Советов. Превращаем любимые продукты в настоящее произведение искусства. За двумя зайцами погонишься, поймаешь обоих. Учимся делать одновременно три дела. Болезни легче лечить, когда они виртуальны. Тщательно заботимся о своем здоровье. Образ на миллион от большой перемены мужчинам посвящается. Приготовление пищи – процесс интересный, если повезет вкусный. Главное здесь наличие желания и фантазии. Ведь самый банальный предмет можно всегда превратить в нечто изысканное и неузнаваемое. Посмотрим, как справятся с этим наши любимые «Пять минут от шефа». Карп – очень вкусная рыба, универсальное в приготовлении. Живет карп около 50 лет. Вес среднего карпа около 9 килограммов, но может достигать и 35. Длина около 1 метра. Мясо карпа не только питательное – 16% белка и 3,5% жира, но и отличается насыщенным вкусом, в меру ароматное и необыкновенно нежное. Особенно карп хорош в жареном, запеченном и фаршированном виде. Еще карп хорош тем, что его можно легко найти на рынке и в гипермаркетах в любое время года. К тому же он стоит недорого. Но карп известен большим количеством мелких костей. По этой причине лучше всего готовить карпа в духовке, сделав на рыбьих боках надрезы по диагонали, глубиной примерно на полсантиметра. После чего натереть рыбу солью. Во время приготовления в духовке, благодаря высокой температуре и соли, мелкие кости растворятся. Такой способ приготовления позволяет нафаршировать карпа разного рода начинками. Но мы все же решили фаршировать карп его же мясом. Чтобы избавиться от костей наверняка, перекрутите через мясорубку фарш дважды с добавлением лука и хлеба. Сегодня вашему вниманию предлагаем простой способ приготовления рыбы. Запекать будем карпа в белом вине. Для приготовления нам понадобятся следующие продукты. Карп, белое вино, растительное масло, овощи, зелень. Теперь берем противень. Стелим лист пергамента, кладем карп. Начиняем рыбу фаршем. Смазываем оливковым маслом и ставим запекать в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Пока готовится рыба, занимаемся наипростейшим гарниром. Берем все имеющиеся овощи – цукини, брокколи, морковь, болгарский перец и обжариваем их в оливковом масле с добавлением соли и перца. Далее заливаем овощи белым вином и тушим еще 5 минут. Ну а теперь самое простое и интересное. Достаем рыбу из духовки. Выкладываем на большую тарелку и декорируем овощами. Вкусный карп готов. Приятного аппетита! Современные девушки славятся своей занятостью. Мы работаем, занимаемся домом и при этом остаемся самыми красивыми. Мужчины недоумевают, как нам это удается. Секрет прост. Мы делаем несколько дел одновременно. Например, убираемся и худеем. Следим за фигурой и поддерживаем чистоту в нашей специальной рубрике. Новое слово в уборке – паропылесос. Такой прибор в вашем доме заменит целый набор бытовой техники. С помощью паропылесоса можно чистить, мыть, отпаривать и пылесосить. Аппарат может собирать сухой мусор и пыль, подавать пар, собирать жидкость и влажную грязь. Горячий пар позволяет эффективно растворять грязь, не нуждаясь в никаких химических средствах и обеспечивает качественную и щадящую чистку. Оставшаяся влага тут же собирается, поверхность остается практически сухой и не нуждается в дополнительной обработке. Съемные насадки позволяют эффективно обрабатывать любые поверхности – стекло, кафель, пол, даже ламинат, мебель и одежду. Небольшой размер паропылесоса, эргономичный дизайн, экологичность – весомые преимущества данной модели. Возможность долива воды в процессе эксплуатации позволяет работать с паром в непрерывном режиме. Расход пара и мощность встасывания регулируются на рукояти. Он именно является пылесосом с водяным фильтром, то есть он фильтрует всю грязь через воду, вся грязь остается в воде, то есть идеальный чистый воздух выходит в вашу квартиру. В Калининграде приобрести продукты знаменитой фирмы Керхер можно в Керхер-центре «Чистая компания» на улице Черняховского, 76Б. Команда профессиональных менеджеров, десятки наименований бытовой и профессиональной техники, аксессуаров и дополнительной комплектации. Большой демонстрационный зал и все это в центре города для вашего удобства. От 20 по 29 февраля скидка 10% на 7 минимойки. Не пропустите! Керхер-центр «Чистая компания» улица Черняховского, 76Б. Телефон 77-20-20. Сегодня модно быть не только красивым, но и здоровым. Двигаемся свободно, держимся уверенно. Ровная спина, расправленные плечи. Принимаем правильное положение, делаем глубокий вдох и смотрим нашу следующую рубрику. Артроз, болезнь суставов. Мучительный недуг, сковывающий нас. Все, что раньше приносило радость, прогулки, отдых с друзьями, теперь причиняет боль. Деформирующий артроз в крупных суставах – это дегенеративно-дистрофическое заболевание, которое вызывается различными факторами. Прежде всего, мы коснемся коленного сустава, поскольку это самый нагрузочный сустав в организме. Так вот, причиной развития деформирующего артроза коленного сустава прежде всего является такой фактор, как плоскостопие, такой фактор, как перегрузка коленного сустава. Лечение артроза – комплексная терапия, которая включает в себя несколько компонентов. Прежде всего, это введение специального препарата в полость сустава, который называется геостат. Это заменитель суставной жидкости, который позволяет защитить хрящ, восстановить его в относительно короткие сроки и значительно улучшить состояние пациента. Перед введением хондропротекторов пациент проходит процедуру блокадного вытяжения, то есть увеличения полости сустава на специальном аппарате «Армет Профессионал». Процедура безболезненная, занимает в среднем 15-20 минут. Далее введение препарата в полость сустава. Необходимо отметить такие направления, как физиотерапевтическое воздействие, дозированное вытяжение на специальном приборе «Армет Профессионал» сустава, дозированное вытяжение сустава. Кроме того, введение противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Конечно, формирование мышечного корсета за счет занятий лечебной физкультуры. Упражнения для профилактики плоскостопия, дозированные нагрузки на коленные суставы, укрепление мышц спины и лечебный массаж способствуют выздоровлению. Своевременное правильное лечение позволяет избавиться от этого недуга, избежав хирургического вмешательства. Начните лечение уже сейчас. Научно-клинический центр травматологии, ортопедии и спортивной медицины «Плюс Орта» занимается лечением заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы у детей и взрослых. «Плюс Орта» – это инновационный подход, высококлассные специалисты, доступные цены и социальные льготы, внимательный и бережный подход к каждому пациенту, дневной стационар для лечения более 40 пациентов. Только проверенные методы и новейшая медицинская аппаратура. Научно-клинический центр «Плюс Орта» – улица Маршала Борзова, 58, улица Весмелых, 31Е. Самая здоровая, полезная и незаменимая – реклама на Первом городском. Через несколько минут после небольшой рекламы. Образ на миллион от большой перемены мужчинам посвящается. Работаем не только над образом внешним, но и над внутренним. Куда пойти и какой фильм посмотреть, расскажет наш глянец. Одни мужчины живут по принципу «Кто не рискует, тот не выигрывает». Другие – «Кто не рискует, тот не проигрывает». Первые склонны к кардинальным переменам, и новизна их только радует. Вторые – скорее консерваторы, и способны всю жизнь ездить на одной и той же машине. Сегодняшняя большая перемена пройдет под лозунгом «Кто не рискует, тот не на первом месте в Форбс». Заинтересовала? Мужчины, следующая информация специально для вас. Всем привет! Меня зовут Андрей Волконский. Вы смотрите проект «Большая перемена». Дмитрий Правосудов, 22 года. Студент, ведет ночной образ жизни и сидит в социальных сетях. Я никогда не менял свой имидж. Решил поучаствовать в рубрике «Большая перемена». Посмотрим, что из этого получится. Здравствуйте, Юра! Привет! Меня зовут Дмитрий. Участник рубрики «Большая перемена». Вот хочу поменять имидж. Писаживайся. Дима, подойдите «Большая перемена», я отворачиваю тебя от зеркала. В этом сезоне очень актуальна частичная окраска волос. Например, мелирование бальяж, при котором осветляются только кончики волос, что эффективно смотрится на коротких волосах. Или мелирование «Можемеш», где используется безымячная краска, которая не вредит волосам и придает золотистый оттенок. Играет Stück «Большая перемена». Но зап bathroom «Большая перемена». Из 대해서 KonstRA «Большая перемена». Дима, volts любезта, мощь и свärпиды. Обратение следует... Диа, отпрэк anywhere incredible, которые легендуют процэнт носят более конкретных цен. Играет份ferность. Дим, как ты думаешь, какая стрижка у тебя будет? Надеюсь, что не очень сильно короткая. Что ты думаешь, что я делаю? Ну, есть какие-то предположения? Чего стрижешь? Дим, ты готов к любому результату? На твое усмотрение. Наиболее популярная мужская стрижка в этом сезоне – это бокс или полубокс. Короткий вариант не требует особого ухода, а небрежная взъерошенность волос будет писком сезона. Но есть и другой вариант – брутальность. Сегодня лысый мужчина в моде, и стрижка под ноль будет означать, что вы идете в ногу со стилем. Приступаем к следующему этапу укладки. Для достижения желаемого эффекта вам необходимо хорошо высушить волосы феном без использования каких-либо расчесок, после чего закрепить полученный результат пенкой, лаком или гелем. Дима, я надеюсь, что твое первое переоплощение тебе понравится. Ничего себе! Не узнал. Мне все очень понравилось. Спасибо рубрике «Большая перемена» стилисту, который надо мной работал. Впредь буду следить своим внешним видом, менять его постоянно. Ты хочешь принять участие в нашем проекте? Тогда присылай свои фотографии и историю о себе на электронный адрес, который ты видишь на своих экранах. Меняйся к лучшему месте с большой переменой. Если ваш лечащий врач назначил вам магнитно-резонансную томографию, не стоит обвинять его в излишнем пристрастии ко всеми известному медицинскому сериалу. На сегодняшний день это современная процедура для диагностики тканей и органов. Что означают эти три слова, вы узнаете в нашем специальном разделе о здоровье. Об этой процедуре ходят десятки мифов. Кто-то принимает ее за диагноз, кто-то за лекарство. Некоторые говорят о вредном излучении и боятся ее проходить. Доказано, магнитно-резонансная томография – это абсолютно безвредный для вашего организма способ диагностики органов и тканей. По сути, аппарат МРТ представляет из себя большой магнит, очень мощный, радиочастотный приемник и излучатель и компьютер для обработки всей этой информации. МРТ показывает, как ваше тело выглядит изнутри. Во время процедуры – сканирование – оператор делает снимки, томограммы. Далее их анализирует врач-рентгенолог и делает заключение, на основании которого лечащий врач ставит диагноз. Наш метод позволяет исследовать отдельные структуры очень тонкими срезами. И если к нам приходит пациент, к примеру, на исследование позвоночника, мы можем очень тонко порезать определенные грыжи, наличие каких-либо патологических образований в телах позвонков или в задних опорных структурах. Можем увидеть распространённость процесса в полость позвоночного канала, с давления спинного мозга в нём. То есть этот метод позволяет увидеть многое из того, что не видно другими методами. МРТ является уникальным и практически не имеющим аналогов исследованием для диагностики заболеваний центральной нервной системы, головного мозга, позвоночника, мышечно-суставной системы и ряда внутренних органов. Благодаря методу МРТ стало возможным обследовать суставы и добиваться диагностики с такой точностью, что позволяет артрологам, хирургам вовремя вмешиваться в данную патологию и вносить коррективы. Не откладывать операции, чтобы пациент как можно быстрее выздоравливал. В некоторых редких случаях требуется введение специального контрастного вещества. Контраст вводится внутривенно, каких-то особенных ощущений при этом не возникает. Если мы делаем стандартные режимы, без введения контраста мы образование можем видеть достаточно большого размера. Вот данное образование размером 2,4 на 2 сантиметра. Если мы вводим контраст, оно видно гораздо лучше и чётче, то есть оно накапливает. Однако при этом мы обнаружили наличие ещё двух более мелких образований, то есть два других более мелких образования мы выявили только после введения контрастного вещества. Именно для этого необходимо введение контраста, чтобы выявить характер накопления, распространённость образования, может быть, прорастание в окружающей ткани и структуры. Ещё одна возможность магнитно-резонансной томографии – исследование сосудистой системы. Если это пожилой пациент, мы можем видеть образование склеротических сужений сосудистой сети головного мозга. Благодаря этому возможно предупредить ишемические, и геморрагические инсульты. Точность диагноза МРТ определяется тремя факторами – мощностью томографа, работы оператора, и опытом, и профессионализмом врача-рентгенолога, который делает заключение. Филиал Санкт-Петербургского лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем в Калининграде – это идеальное соотношение всех факторов. Техническое оснащение и профессиональная подготовка персонала здесь на высшем уровне. Используя преимущества телемедицины, центр имеет возможность связываться с ведущими специалистами Санкт-Петербурга. В некоторых случаях пациенты для дальнейшего лечения направляются в высокотехнологичный центр радиохирургии и радиотерапии в Санкт-Петербурге. Центр оснащен самым современным оборудованием, включая установку «Гамма-нож», являющуюся золотым стандартом нейрорадиохирургии. В лечебно-диагностическом центре действует система скидок для различных групп пациентов. Центр МРТ-диагностики – это обследование любой сложности, качественно и профессионально. Записаться и получить консультацию можно ежедневно с 8 утра до 10 вечера по телефону 957-300 или по адресу улица Дмитрия Донского, 3. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Недавно пострадавшая от действий психопреступника, Джилл обнаруживает, что ее сестра пропала. В полиции отказываются заводить дело, считают, что девушка погуляет и вернется. О, Господи! Мисс Конвей, с чего вы взяли, что вашу сестру похитили? Этот человек вернулся за мной, проник в дом, похитил мою сестру, потому что меня не было дома. Зачем ему возвращаться за тобой? Я единственная, кому удалось спастись, ведь я знаю его тайну! Однако Джилл, которой повезло сбежать от похитителя, уверена, что сестру похитил тот самый маньяк. И у него далеко идущие планы. Если полиция не хочет помогать, ей самой придется искать сестру. Свершено преступление. Какое преступление? Разыскивается Джилл, Тайлер Конвей, рост метр шестьдесят пять, блондинка, глаза голубые, вооружена и опасна. Кто это? Ты знаешь, кто я. А я знаю, кто ты. Это смертельно опасная часть океана, и нет там никакого острова. Спокойно, милая, ничего страшного, я отвезу. Во втором кинозале приключения на таинственном острове. Возможно, это таинственный остров, о котором писал Жюль Верн. И ты решил отправиться на другой конец света, чтобы скорешиться с чокнутым радиолюбителем? Он не чокнутый, он мой дед, который искал таинственный остров в добрую половину жизни. Шон отправляется на таинственный остров, полный всяческих опасностей. Дамы и господа, представляю вам таинственный остров. Шон получает закодированный сигнал с просьбой о помощи загадочного острова из места, где никакого острова быть не может. Там обитают странные формы жизни, скрываются горы золота, смертоносные вулканы и ни одна ошеломляющая тайна. Если нас разорвут на честь... Беги! Отвечать будешь ты. Отличная перспектива. Путешествие 2. Таинственный остров. Приятного просмотра. Делай так. Стальные пластины любви. Быть востребованием привлекательнее, более ценной и значимой теперь стало реальным. Хотя бы потому, что есть огромное количество техник и практик. Главное – желание и прирожденная хитрость. Всего вам доброго и до встречи. Генеральный партнер тележурнала «Страна советов» – кафе «Скромное очарование буржуазии». Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом. Ну а в «Скромное очарование буржуазии» приходи на ранний ужин. Полезный для здоровья и для кошелька. 33 удовольствия со скидкой 30%. Пицца, роллы, десерты, салаты и запуски. Супы и горячие блюда. С 4 до 7 вечера. Телефон 39 99 39.